Утренний снегопад доставил автомобилистам по всей стране немало головной боли и неприятностей. Так, авто Ситроен, за рулем которого находилась 36-летняя женщина, вылетел с проезжей части на обочину. Инцидент произошел на трассе Унгены-Четирены. В машине находились еще и двое несовершеннолетних. По данным генинспектората полиции, никто не пострадал. Также на севере страны находящийся за рулем автомобиля 42-летний мужчина из-за непогоды съехал с проезжей части в Кювет. ДТП произошло у села Новые Беличены. Водителя проверили на наличие алкоголя сотрудники санжирейской полиции. Результат оказался отрицательным. К счастью, и в этом происшествии никто не пострадал. И на юге страны движение этим утром было очень затруднено. Так, в Кантемирском районе на трассе у населенного пункта Кырпеш автомобиль с четырьмя пассажирами, из которых двое детей, съехал с дороги и врезался в дерево. Три человека были госпитализированы в Кантемирскую районную больницу для оказания медицинской помощи. На трассе М5 недалеко от населенного пункта Бравича в Каларарском районе движение грузовых автомобилей было затруднено, что также привело к инциденту. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, сообщили Пятому каналу, что пострадавших нет. Мы хотели просто узнать с этим, с водителем, все нормально? Да, все в порядке. Все в порядке, он ушел. Ну, я понял. А что случилось? Просто занесло? Да, просто занесло. Скажите, пожалуйста, по этой трассе еще есть где-нибудь что-то похожее? Я все в порядке. Никто не пострадал? Все нормально? Тот и стеория, гулодромов, хост, Курацат. На трассе М1, которая соединяет населенные пункты Кондрица, Каприяны, Бурсук и Лозово Страшенского и Неспаренского районов, водители также испытывали трудности с передвижением, в том числе и большегрузный транспорт. Пользователи социальных сетей с утра начали выкладывать многочисленные видео и фотокадры о ситуации на дорогах по стране. По данным Государственной дорожной администрации, для обеспечения нормального движения на национальных трассах в зимних условиях, в северной и центральной частях страны к работе на дорогах были привлечены 49 единиц спецтехники и 48 сотрудников учреждения. По дорогам было распределено более 7,5 тонн антигололедного материала и свыше 224 тонн технической соли. Полиция призывает водителей быть осторожными на дорогах, начинать движение только в том случае, если автомобиль оборудован зимними шинами и не превышать скорость.